ОМТВ – независимый канал в YouTube. Ваши просмотры, лайки, комментарии, репосты и рекомендации подписаться – вклад в создание новых сюжетов. Субтитры создавал DimaTorzok В Азербайджане завершился референдум о продлении полномочий президента и реформе административной структуры страны. По мнению экспертов, толчком к проведению этого мероприятия стал острый экономический кризис. Референдум предполагает внесение шести новых статей в Конституцию и еще 23 поправок в существующие статьи. В Азербайджане подводят итоги конституционного референдума. По данным ЦИК, в выборах приняли участие почти 70% избирателей. Это третий подобный референдум за 20 полных лет действия Конституции Азербайджана, не считая, собственно, голосования по принятию основного закона в ноябре 1995 года. Итоговые результаты по явке соответствуют последнему подобному референдуму, который прошел весной 2009 года. Тогда явка составила 71,1%. В те времена одним из наиболее спорных и обсуждаемых предложений было снятие ограничений для президента на количество повторных избраний. На нынешнем референдуме гражданам предлагалось проголосовать за увеличение президентского срока с 5 до 7 лет, а также за снятие возрастных ограничений для кандидатов в президенты и понижение минимального порога для избрания депутатом с 25 до 18 лет. Президенту теперь передаются полномочия по распуску мили-меджлиса, одномандатного парламента страны, и по назначению досрочных президентских выборов. Кроме того, планируется введение двух новых высших государственных должностей, а именно постов вице-президента и первого вице-президента. В случае отставки главы государства или его неспособности управлять страной, полномочия президента будет исполнять именно первый вице-президент, а не премьер-министру, как было заведено ранее. Напомним, главой правительства Азербайджана с 1996 года с небольшим перерывом является Артур Расизаде, возраст которого перевалил за восьмой десяток лет. Как и предполагалось, за увеличение президентского срока проголосовало около 80% пришедших на участки избирателей. С предложением о внесении в Конституцию пакета поправок президент страны Ильхам Алиев выступил 18 июля, всего через несколько дней после попытки военного переворота в соседней и дружественной Турции. Еще через неделю Конституционный суд одобрил поправки, после чего Алиев подписал указ о назначении референдума на конец сентября 2016 года. Этим событием предшествовало первое за много лет обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Однако бывший спикер Меджилиса и лидер оппозиционной партии Мусават Иса Гамбар, исполняющий обязанности президента Азербайджана в разгар Карабахской войны, отверг прямую связь между референдумом и недавними конфликтами. Власти оказались в довольно сложной ситуации. С одной стороны, падение нефтяных цен и низкая эффективность экономики привели к серьезному кризису. С другой стороны, президент, видимо, не доверяет ни чиновникам, ни депутатам и пытается путем административной реформы гарантировать безопасную передачу власти. Снятие лимита на переизбрание президента позволило Алиеву в 2013 году переизбраться на третий срок. Следующие президентские выборы пройдут в стране в 2018, а затем, благодаря принятию новых поправок, уже в 2025 году. К тому времени Алиеву будет 63 года, а его единственному сыну, Гейдару Алиеву-младшему, уже 28 лет. Отмена нижней планки для избрания главой государства была нужна именно для утверждения сына президента в ранге преемника. Из-за падения нефтяных цен за последние два года азербайджанская экономика оказалась на грани затяжного кризиса. Снижение цен на нефть может привести к отмене дорогих инфраструктурных проектов в Азербайджане. Страна находится в сложном экономическом положении. Доходы государства на 75% зависят от экспорта углеводородов, а резкое снижение курса Моната оказывает серьезное давление на бюджет. За прошлый год валютные резервы Азербайджана сократились на 65%, а рост ВВП оказался на треть ниже, чем прогнозировалось. В декабре 2015-го местный Центробанк перешел на плавающий курс Моната, после чего национальная валюта за день подешевела к доллару США в полтора раза. В течение зимы Центробанк запретил обмен валюты за пределами банков и ограничил ее вывоз из страны. В то же время журналисты из антикоррупционного центра утверждают, что семья президента Алиева на девальвации Моната заработала не менее 64 миллионов долларов. Таким образом, режим пытается сейчас консолидировать власть в пределах правящей семьи. Тем не менее, если внешне подобная реформа выглядит как укрепление власти, на деле же президент отрывается не только от общества, но и от армии чиновников, что, безусловно, осложнит для режима выполнения внутренних и внешнеполитических задач. Чем закончились подобные попытки узурпировать власть для бывшего президента Украины Виктора Януковича, мы все прекрасно знаем. Продолжение следует... Продолжение следует...